Тогда следующим будет Галина Лукашина, которая тоже была много лет прожила на Сахалине, вот, из которой мы познакомились, правда, здесь, но уже после ее приезда сюда, в Огненск, после Сахалина. Да, Галя? Она знает все изнутри, всю сахалинскую жизнь. Вот говорят, что в жизни случайность не случайна происходит, что все случайности — это внезапно наступившая закономерность. Если вы в мультике видели здесь, сюда мы скрепили охрану. Ну, получилось, что мы с Зоей, наверное, трижды, наверное, как-то так пересеклись, пока вот третий раз уже здесь было. Когда я первая приехала в Огненск, это было достаточно давно, оказалось, что Зоя — это соседка. Ну, так мы и познакомились. У нас тогда были маленькие дети, дети наши дружили, ну, и, соответственно, мы нашли, о чем пообщаться. Вот. Потом мы познакомились, когда, я думаю, тоже многие знают наши жители, у нас была такая страничка в газете «Шестое чувство». И, значит, вот в рамках вот этого «Шестого чувства» тоже был такой коллектив, с которым мы выступали на сценах нашего города. Вот второй раз пересеклись. А потом встретились в оазисе. И так получилось, что, ну, скажем так, еще не зная, о ком идет речь, о Зое я слышала, когда мы с моим супругом жили на Сахалине. Он рассказывал, что вот одноклассница там, тоси-боси, соседка. Ну, и вот, и вышло, что все началось с Сахалина, а закончилось вот в этом городе. Вот. Ну, на сегодняшний день как бы в этом городе. Может, потом в Париже встретимся. Все. Честно говоря, что-то очень волнуюсь. Не знаю, почему. Ну, наверное, коли речь зашла как раз о Сахалине, ну, расскажу стихотворение про этот остров, так, как вот изнутри. Значит, первое стихотворение называется «Паровозик». На Сахалине практически нет дорог, ну, в понимании, как это у всех, дорога. Там просто проехал грейдер, расчистил там вдоль сопочки, скажем так, более или менее ровную какую-то тропиночку, по ней ходят машины. А там, где эта дорожка поустойчивее и пошире, там проложены рельсы, там ходят поезда. Ну, и, соответственно, автодорога и железная дорога, они постоянно вот так вот между собой перевиваются, потому что, ну, где устойчивее, там вроде и поезд ходит. И там ходят поезда еще японские, потому что там дорога уже. Знаете, что у нас в России другая клея. Там дорога уже, и там такие очень маленькие вот эти вот паровозики, потому что там действительно паровозики еще тогда были, маленькие вагончики, все это, конечно, такое миниатюрное, чистенькое. Под японцами. Да, ну, они японские ездите. Вот. И, как правило, поезд с севера Сахалина, там, Тымовск, Ноглики, он уходит вечером, и рано утром он в Южно-Сахалинске, потому что, как мы раньше ездили в Москву за колбасой, ну, так, соответственно, на Сахалине все ездили в Южно-Сахалинске, его там называли Южный почему-то, хотя, ну, Южный. Вот. Ездили как в столицу. Ну, как в детской игрушке бежит паровозик, вагоны избушки меж сопок проносит, сквозь ветер промозглый отчаянно мчится, гудок паровозный о сопке стучится, а люди толпятся на узком перроне, спешат и бронятся за место в вагоне, лишь чаю попросят, и делаем нету. Сквозь ночь паровозик несет их к рассвету. Значит, мы вот с Зоей, вот Зоя тоже жили там в городе, который, ну, она не совсем в нем, она там жила, в поселке, но, тем не менее, город называется Макаров. По-японски он раньше назывался Серитори, что переводится как гнилая яма. Ну, вы знаете, на самом деле, стоит буквально два километра выехать в ту или иную сторону от Макарова, и там совершенно прекрасная солнечная погода. Как только подъезжаешь к Макарову, ну, это просто вот, ну, какой-то, не знаю, божий там проклятишь и заходит на нем, не знаю. Постоянно туман, какая-то морость, причем, когда я прилетела только на Сахалин, ну, я вот распределилась туда после института, вышла, ну, примерно как сегодня, вот такая погода, она там даже летом всегда такая. Ну, я типа, а это что? А это, говорит, не дождик, это облако село. Ну, в этом сидящем облаке вот как бы шесть лет я и прожила. Ну, вот такое стихотворение, типичное, как в Сахалинской природе. Вы знаете, где прячется туман? На ягодах краснеющей брусники Выходит из-под листьев по утрам И кружит по болоту, бледноликий. То к морю бы и зли бы подойдет, Залив терпенья, стылое водится, То с соснами затеет хоровод, То с чайками на скалы притулится. Поднимет солнце сонные глаза, Из-за сопок сукоризной глянет, Туман, как юркий мальчик ягоза, Ползет, плывет, клубится, хулиганит. Вернется ветер из-за морских стран, Промчит межсопок с посвистом и гиком. Вы знаете, где спрячется туман? На ягодах краснеющие брусники. Еще хочу рассказать одно секторение, Которое не имеет никакого отношения К месту нашего временного проживания, Правда, не совместно, Мы в разное время жили на этом чудесном острове. Просто здесь очень много говорилось о том, Что Зоя очень добрый человек. Я, наверное, думаю, что, Ну, как и большинство из нас, Мы все люди добрые. Добрых людей много, Но, как говорил классик, Они реже встречаются. Ну, вот, мы тут, наверное, встретились. Да, как раз-то редкий случай, Когда все здесь собрались. Вот такое стихотворение. Спасибо вам, добрые люди, За то, что спасали не раз, За то, что без долгих прелюдий И тонко отточенных фраз Не раз из беды вручали, Подставив надежно плечо. Спасибо вам, добрые люди, За то вам спасибо еще, Что не вдали злобе прорваться, Когда ликовали враги, За то, что могу улыбаться тому, Кто не стоит руки. Галя потрясающий поэт. Потрясающий поэт.